так выглядели бы мои будни если бы был домохозяйка в 1833 году а суровый 2019 год заставляет меня снимать видео о том как выбрать стиральные машины понимаешь ли в этом видосе у нас целая теория большой стирки поговорим о стиралках от узких до двухэтажных о энзимах которые начисто бассируют пятна и о том как взвесить трусишки и ретузы из всей нудной информации о типах стиральных машин все что реально надо знать это то что они бывают трех видов с фронтальной загрузкой с вертикальной и встраиваемые проанализируй место где будет находиться твоя будущая стиральная машина если есть возможность открыть люк на 180 градусов и пространство вокруг нее для того чтобы можно было подойти с тазиком комфортно сесть на корточки загрузить белишко обратно это белишко то тогда твоя машина с фронтальной загрузкой только такие машины можно встроить под столешницу или закрыть полностью мебельным фасадом у таких машин специально предусмотрены крепления для этих моментов если у вас столешница уже стандартных 60 сантиметров или стиралка смотрелась бы хорошо вон в том углу ванной комнаты где больше ничего не поставишь то обратите внимание на машины с уменьшенной глубиной от 54 сантиметров до 33 если место все так же мало а к ней еще и тяжело найти подход то тогда твоя машина с вертикальной загрузкой но в таких машинах не видно одежды поэтому ты не заметишь случайно попавшую туда линял среди белого белья и на нее сверху нельзя ничего ставить обычно у всех две проблемы первое насколько килограмм взять себе стиралку и 2 5 килограмм это вообще сколько шмоток есть два способа высчитать необходимый объем 1 зависит от количества стирок в неделю если стираешь меньше четырех раз в неделю то бери машину до 6 килограмм если стираешь 56 раз то нужно 7 килограммовая стиралка если чаще есть шанс уменьшить количество стирок благодаря стиралке с 10 килограммовым барабан еще можно высчитать исходя из количества людей в семье для одного человека берем машину на 4 килограмм да можно и на 3 сейчас я покажу вам идеальный вариант для такого объема это стиральная машина выдвижной ящик в одном ящике хранишь крупу нутеллку а в соседнем стираешь трусишки все для тебя у двух-трех человек как правило не накапливаться вещей больше чем на 6 килограмм большая семья с несколькими детьми не справится без стиральной машины на 8 9 килограмм и это реально минимум а если ваш дом больше похож на детский сад то блин я не могу что за похож похож ты берите от 10 и выше типа вот такого 17 килограммового монстра и прикол а вот и наш выдвижной ящик и это как бы его составляющие плюсуем объемы и получаем 20 вместе они называются twin wash от lg мне кажется очень круто когда у тебя есть три варианта стирки ты можешь одновременно постирать белые полотенца при 60 градусах и сполоснуть свои пованивающие кроссовки режимом быстрой стирки либо не ждать пока накопится тонна грязных шмуток и простирнуть свою ночнушечку и 5 носков в нижний или используешь свою машину как обычно короче машина огонь это наш хедлайнер а сейчас я первым в мире взвешу кучу а сейчас я первым в мире взвешу белье так как никто не знает примеру сколько весит эта куча одежды а если еще подумать что производитель когда говорит об объеме имеют ввиду только хлопок если стирать другую ткань это вообще другие цифры короче это трешак если вкратце то для шерсти верхней одежды одеял подушек загрузка всегда меньше они впитывают очень много воды и утяжеляются в несколько раз примеров 5 килограммовую машину вместе со вот столько обычной одежды кардиганчиков там всяких худи бадлончики кроп топчики леггинсы и прочей модной дичи а вот сколько шерсти всего лишь полтора килограмма и махрушкой перегружать машину тоже нельзя а ну ж как бывает у тебя 6 грязных полотенец а по-хорошему влазит 5 и на плечах появляются вот эти вот крылатые чтобы машина долго работала нужно использовать ее правильно а животных любить надо на темную сторону пока рано поэтому слушаем беляша ладно вернемся к килограмму я хочу узнать насколько цифра объявленная к производителям реально применима в жизни я хочу загрузить машину хайсенс на 9 килограмм и сейчас я взвешу для нее бельишко в общем я взвесил белье загрузил барабан не без помощи своего колена утрамбовал там все нормально единственное что постараются они не нормально они скорее покрутятся проведут хорошо время судя по всему и середины наверно можно будет достать джинсы сухие что понятно понятно то что скорее всего надо загружать примерно на полтора килограмма меньше чем показывает производитель конечно никто не будет взвешивать белье перед стиркой поэтому я приготовил для вас очень удобную таблицу с примерным весом каждой вещи с помощью ее вы сможете понять как загрузить машину так чтобы ее не переполнить внимание делаем скриншоты ладно шутка еще раз делаем ли кто-то сделает таблицу носочек 27 грамм так и запись почему-то производитель не указывает минимальную загрузку обычно она около полутора килограмм поэтому если у вас копилось вещей меньше лучше дождитесь более грязных времен так как 10 трусишек болтающихся в барабане как в открытом космосе приведут к тому что ему придется вибрировать с большей силой а это может привести к микротрещине тут тоже постараюсь упростить есть три типа управления первый механический это те машины у которых есть крутилки для выбора режима но в которых нельзя ничего изменить короче выбирай из предложенного холопа второй тип электронный тут ты уже можешь ставить свои пять копеек при этом управлении есть и крутилки и цифровой дисплей на нем ты можешь адаптировать режим под текущую стирку здесь ты можешь настроить все под себя у некоторых машин есть удаленное управление со смартфона через приложение в этом случае ты можешь управлять ими в дороге из офиса или например помочь бабуле справиться со стиралкой или наоборот алло бабуля на привет она пусть пенсия слушая быстро я загрузил машину не знаю как завести эту скотину закрой иллюминатор отойди и смотри магию поди катаре оборотов вот же блогеры бесполезные очень поговорим о двух типах двигателей даже скорее об одном так как коллекторам нет смысла уже разговаривать потому что машины с таким мотором найти уже сложно они шумные затратные в общем они устаревшие все современные машины означают инверторными двигателями на инверторных моторах машины тратят на 30 процентов меньше электроэнергии к тому же они тише долговечнее и надежнее инвертор позволяет плавно изменить частоту оборотов двигателя в идеале к нему прилагается еще прямой привод барабана и этот тандем позволяет исключить ремни и прочие детали которые часто выходят из строя к тому же машина оборудована инвертором и прямым приводом барабана намного тише я кстати знаю как появилось желание сделать машину тише они просто как-то услышали как работает аурика это та ситуация когда три самых шумных места на земле это там где взлетает ракета на концерте и сидите и там где трудится аурика и при выборе не забываем про алфавит из двух букв я про энергоэффективность ищем а с большим количеством плюсов чем больше плюсов тем меньше электроэнергии будет потребляться если бы машина могла бы только стирать наверное мы бы по телефону только разговаривали понимаете к чему о да да хреничу дополнительных функций одна из самых дополнительных что одна из самых масштабных и приятных функций это сушка если у тебя есть мечта достать из машины рубашку погладить надеть и убежать у тебя есть два варианта первое купить отдельно стоящую сушильную машину либо купить машину два в одном так ты сэкономишь деньги и место но стоит учитывать некоторые нюансы сушка в таких машинах менее интенсивно чем в отдельных сушильных машинах сушка длиннее цикла стирки и конечно во время сушки нельзя стирать загрузка для сушки всегда примерно в полтора раза меньше чем для стирки эта функция необходима для тех у кого нет места для сушки белья семьям с детьми и в принципе для тех кто частенько оставляет стирку на последний момент а через пару часов надо уже что-то одеть чисто отдельно я хочу отметить узкие стирально-сушильные машины таких моделей еще пару лет назад вообще не было а сейчас можно найти модель от 42 сантиметров лайфхак для тех у кого сушки нет а рубашка все еще нужно задайте своей машине высокую скорость отжима от 1200 оборотов после такого отжима рубашка будет скорее под фен чем под утюг и ты сможешь надеть наверное у некоторых машин есть функция до загрузки белья самая известная это двор от samsung они предусмотрели специальную дверцу которая позволяет добавить отбившийся от стаи носок прямо во время стирки идеальное решение для не идеальных нас дальше ответ на вопрос какие же машины лучше стирают наверняка те модели у которых есть следующий пункт обработка паром подойдет тем людям которые не могут поесть и не заляпаться соусом если запустить ее как этап стирки то она продезинфицирует и выведет стойкие пятна если отдельно то она освежит разгладить складки и удалить запахи функция прямого впрыска моющего средства при активации этой функции моющего средства заранее перемешиваться с водой и под давлением разбрызгивается внутри барабана таким образом выбивает всю грязь из волокон ткани но если и так не отстирывается то первое нефиг было так долго ждать надо было сразу стирать а второе есть у меня для вас альтернатива а вы знали что есть порошки с микроорганизмами которые отстирывают пятна биологического происхождения гораздо эффективнее обычных моющих средств эти микроорганизмы называется энзим энзимы работают только при 30-35 градусов для этого процесса предусмотрена специальная функция которая на некоторое время удерживает данную температуру для того чтобы энзимы смогли сделать свое чистое дело кстати качество воды напрямую влияет на то как хорошо и долго будет служить ваша стиральная машина жесткая вода приводит к появлению накид и поломки тена и перерасходу моющего средства смягчить воду можно химическим веществом которые нам так всем тяжело забыть пусть машина служит долго колгон либо из принципа установить на шланг подачи воды солевой фильтр еще есть функции для экономии воды это всячески укороченные программы стирок половинные загрузки и прочее внимание достойно интеллектуальное распознавание веса типа ткани и степени загрязнения для подбора подходящей программы это когда стиральная машина у меня и всех в семье дальше про режимы под конкретные задачи например режим для детей аллергиков и детей аллергик тут и дезинфекция и дополнительное полоскание в большом объеме воды для того чтобы смыть одежды остатки порошка и ополаскивать режим для не любителей аттракциона хоть взбивая хоть не взбивай все равно получишь не пуховик есть специальная программа для пуховых верхних одежд для пуховой верхней одежды и для одеял программа для стирки темной одежды и конечно к этой программе надо использовать порошки для черного то есть без оптических отбеливателей режим для спортивной одежды и обуви по сути это деликатная стирка высокотехнологичных тканей для сохранения их структуры в общем я могу рассказывать до завтра про пузырьковую стирку блокировку от детей и как машина еще умеет трясти барабаном чтобы вещи не скомкались но средняя машина ведь справится с задачей стирки остальное цена вашего комфорта и бренда какую стиральную машину выбрать в итоге конечно исходите из бюджета на какие нюансы обращать внимание я вам уже подсказал и я вас прошу прочтите инструкцию перед использованием машины которая будет у вас стоять 10 лет и пора прекращать мне кажется устанавливать ее уже за девайс из пятого этажа доверьте это профессионалу и тогда вы не пополните грустную статистику обращений в сервис-центр но если вы доверяете себе больше чем кому-либо снимите транспортировочные болты и вытащите пенопласт который оказывается находится между мотором и корпусом машины ведь противном случае сервис-центр с легкостью снимет вас с гарантии если ты не смотрел видео о том как выбрать холодильник посмотри его здесь на стиралке посмотри на сайте enter . онлайн выбирайте с умом и используйте также да прибудут с вами чистые трусишки